здравствуйте всем мы сегодня из создали едем в иваново вот нам надо котика врачу показать приглашаем вас побывать с нами в ветеринарной клинике и на знаменитых ивановских текстильных ярмарках а также вы увидите продолжение истории про рюкзак для калининграда начало этой истории вы можете посмотреть в нашем ролике покупки в глобусе отсутствовали до иваново 70 километров и проезжаем это расстояние обычно за час но вот и сейчас тоже уложились в час въехали в город иваново и направляемся в ветеринарную клинику вот по дороге уже видите такое стекло стало у нас грязное в эту клинику мы ездим уже более 10 лет вот так сложилось что здесь очень хорошие специалисты которые действительно помогали и нашим собакам и котам и опять едем именно сюда огромное промышленное село Иваново-Вознесенское получает статус города уже в 20-е годы при советской власти до этого промышленники владельцы крупнейших фабрик не хотели отказывались даже когда царь предлагал пожаловать статус города силу Иваново-Вознесенскому потому что было невыгодно пришлось бы платить большие налоги но вот здесь мы сейчас заехали в такую еще старую часть города где сохранились здания видите вот деревянные сейчас я вам покажу вот эти домики вот и здесь узкая дорога а движение очень интенсивное и в общем уже получаются пробки но как раз можно хорошо разглядеть видите вот эти очень колоритные старые-старые домики вот в этой части города сейчас попробую с другой стороны перевести если там что-то видно будет за машинами вот дадон у нас тоже разглядывает домики в окошко смотрит любопытный ну естественно снег сугробы смотрите какой резной весь домик так и движемся сейчас все потихонечку в ту точку куда нам надо так очередная авария на дороге ждут гаи но мы благополучно едем дальше иванова у нас знаменита как родина советов народных депутатов и как в город невест с невестами сейчас правда совсем уже другая ситуация не так уж их и много поворачиваем в樂 это такие дороги машин сколько пожалуйста пациенты так сейчас чувствую нам здесь в очередь стоять и немаленькую видите что значит клиника который имеет хорошую репутацию. Духа, ты прибыл, сейчас ты тут. Духа. Ситуация с котиком у нас малорадостная. Как говорит доктор, нам теперь пожизненно придется принимать дорогущие лекарства, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность. Что же, жизнь продолжается, и мы едем на текстильную ярмарку. Это тоже все еще город Иваново. Вот такие здесь контрасты. Ну вот мы подъехали к центру текстильному Рио. Это самая главная текстильная ярмарка города Иваново на сегодняшний день. И расположена она точно так же, как и все остальные бывших зданиях текстильных и других промышленных комбинатов Ивановских. И вот видите, какое это огромное здание. Там, конечно, все очень интересно внутри устроено, достаточно удобно. Мы с вами сейчас туда зайдем. Вот. И здесь такая идет все время реклама. Покупают у нас, продают по всей России. Иваново, столица текстиля. Ну, в общем, здесь целый город. И поэтому здесь даже есть специальные улицы. И мы сейчас по ним пройдем. Вот очень удобно. Есть информационный центр, где можно узнать о всех необходимых покупках, о том, как что отправить. О, видите, на пальме висят указатели. И мы сейчас узнаем, ну, что... Второй этаж в Украине. Мы нацелем второй этаж. Так. Вот, смотрите, видите, центральная аллея, от которой расходятся улицы. Первая трикотажная, вторая и третья трикотажные улицы. Уважаемые покупатели, гардероб находится в зоне автовокзала. На первом этаже, за фонтаром, налево. Время работы тут будет нитки с 9.30 до 18.30. Дождь, как так выходит. Даже есть трикотажный переулок. Ну, мы поднимаемся сейчас на второй этаж по эскаладеру, потому что я хочу здесь приобрести совершенно конкретную вещь. Мы по дороге будем вам показывать то, что мы видим. Это для медицинских работников. Уважаемые посетители, сообщаем вам об открытии улицы Полотенечной в новой зоне гипермаркета. Более 20 магазинов-производителей. Большой ассортимент махровых изделий по попричным ценам. Улица Полотенечная в конце центральной аллеи напротив хлебного дворика. Все полотенца здесь. Оптом и прозницу. Вот так. Ну, мы пришли. Куда мне надо? Я хочу приобрести вот такую грацию. Специально для этого приехали. Сейчас узнаем насчет размера. Грация – это с жесткими прокладками. И нужна она мне не для стройности, а для поддержки больной спины. Здесь стоят вот такие интересные автоматы, да, или как их назвать. Смотрите, можно найти все, что вам нужно. С указанием цены. То есть вы набираете, вот, например, подушки. И посмотрите. Скажем, подушка 140 рублей. И завечи шеи есть. И вот вы нажимаете. Пожалуйста. Вся информация об этом товаре выскакивает, да? Где это можно посмотреть. И вот номер павильона. И что мы чек можем распечатать. Ну, давай. Дашь покажем карту. Пожалуйста. Карта-схема. Так. И распечатать. Вот такой, знаешь. Так, и что там написано у нас? Пожалуйста. Все там, все подушки, сдох, и цены разнообразные. Все, что хотите. Вот какая замечательная здесь услуга есть. Спасибо. Ну вот, сейчас здесь посмотрим и те самые рюкзаки искомые. Вот. Может быть, здесь мы их найдем. Могу визитушку вам дать? Могу визитушку вам дать? Да, спасибо. Давайте. А вот это то, что надо. Смотри, он и удобный, и тут отделений есть несколько. Так, легкий очень. Как раз мне вот это подойдет в первую очередь. Ну, и гламурненький. И подо все его можно будет носить. Берем! Есть рюкзак для Калининграда! Благодарю вас за то, что вы провели вместе с нами день в Иваново, где мы все-таки купили рюкзак для Калининграда. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. 12 марта мы отправляемся в почти месячное путешествие по Европам своим ходом и приглашаем вас путешествовать вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!